я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию воплощенного на земле 1 2 3 отлично хорошо снимается все маски и голограммы фантом предстоит первое в данном виде 1 2 3 и александр выходит сейчас из своего биоробота 1 2 3 если какие-то копии остались для роботе они сейчас выходят и становятся силой моего намеряя рядом с ним 1 2 3 хорошо и защищая его тонкие тела поднимая в комнату диагностики на счет 3 1 2 3 мы приветствуем александра интересуемся готов ли александр диагностики доверить ли он нам свое биополе на период сеанса доверит хорошо отлично давай тогда сейчас разобьем его на семь фантомов и проведи первичную диагностику 1 2 3 разбивается на 7 фантомов и давай пройдемся по делам зачем с красного тела первая чакра и маньяка есть непонятно его чувствую ему комфортно здесь я бы сказала что он сигару курит нога на ноге сидит где не видит я его без сканера разбила и я даю команду и насчет 3 демона оказывается в клетке тюрьме силам его намерения 1 2 3 происходит пусть он там будет давай дальше посмотрим да хорошо поехали оранжевое тело второе эмоциональное как сказать вот когда берешь лист бумаги и сжимаешь его весь да вот тело в таком состоянии у него как знаешь как эмоционально выжатый накаленные нервы что ли у него от мне кажется в задение он вот взрывается это на такое замученное что ли какое-то хорошо будем разбираться подозрительная ко всему вот такое а это на желтое передается тоже на цвета яркие хорошо больше ничего такого не видно это ламп пробежись быстренько и запустим сканер а сейчас даракон в синим окей и у него голубое пустое что-то есть голубом хорошо собери все тела вместе один два три есть хорошо и александр сейчас сканер стоит и я даю я считаю до 3 сканер начинает сканировать и 7 тонких тел александра 23 сканер начинает работать на всех частотах все подключки чипы и датчики моментально подсвечивается ярко-красным цветом его биополе 1 2 3 я не пойму что это у него вот это тело про которое мы говорили оранжевое желтое от них в клетке оказался какая-то как золотая статуэтка опаньки какая-то типа буддистских монгольских что-то такое значит разберемся пусть вытащит все а потом будем разбираться пусть канала выстроиться но к нему идет слова контракт к этой статуэтки золотой будем разбираться это джин считает цифры над головой джина 123 прячется за это статуэтку прячется за эту статуэтку и все что магическое есть у джина силами его намерения выходит за клетку тюрьму и переходит в отдельную клетку не может дотянуться 123 все магические артефакты джина моментально перемещает соседнюю клетку не может они дотянуться не лишай меня богатство он говорит а ты человека лишаешь здоровья это его богатство как ты можешь такое делать джин все надо платить в этой жизни абсолютно верно вот и ты и платишь ладно потом с тобой разберемся я сейчас пока занят на ночь у нас один где демон есть да ты сказала джин компания веселая дракон дракон какой синий 1 2 1 интеллектуал он тоже спокойно сидит в очках и . нет но он спокоен хорошо приятно считаю цифры у демона над головой 1 2 3 18 18 герцовой хорошо так сколько у нас канала вера крема джин дракон посмотри и все каналы подсвечивается ярко-красным цветом ты их видишь четко и ясно спрут у него есть вот дошли до верху да все четыре канала они все в клетке да все в клетке хорошо отлично обращаясь ко всем присутствующим вы обнаружены сейчас будет происходить процедура чистки реверса энергии мы дадим вам все отрицательное заберем все положительное после этого я дам команду вытащить все что вы оставили в биополе после этого я провожу проверку и после этого я провожу проверку одним миллионом герц если что-то останется в биополе александра то тут кто-то тот кто находится в клетке по каналу просто сгорит в этой клетке все понятно да все просит не убивай считай цифры над головой джина 1 2 3 маленькие ягод что тебе скажут мои цифры джин сейчас я тебя прошу отвечать по существу потому что я очень не люблю когда мне отвечает абстрактно моей комнате диагностики хорошо поэтому веди себя спокойно потому что твои движения в клетке воспринимается как агрессия поняла все хорошо можно и по-человечески разговаривать все поехали к реверс и я даю команду тонкой копии александра спроецировать все сферические энергетические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственность за чужеродную негативные патогены отдаем энергии всех болезней все что нам он мог получить от них возвращается к ним хорошо пошла энергия вера никто не блокирует энергия идет хорошо я тогда задаю у меня вопрос к спруту спрут как давно ты находишься в этом биополе и когда подселился ты знаешь он дает какую-то информацию от семи до десяти лет причем он пришел от какого-то то ли друга то ли компаньона сперва он бегал они проводили много времени вместе сперва он бегал туда-сюда олег или как его звали компаньон или друг его хорошо ладно он знаю такому я перебегал с тела на тело сперва и потом остался последние 7 лет он сидит здесь понятно хорошо благодарю тебя за ответ дракон как долго ты находишься в этом биополе два года два года как зашел такую эмоцию как раз зашел на он говорит логику на просчет это какие-то подожди ты не некий не интеллектуалам относится дракон дали ты им да не мы просто встречались с интеллектуалами семью очень приятно разговаривать один даже меня пытался вселиться для того чтобы подняться со мной на уровень архангел потому что она ведь я такого еще не видел вот я вижу ты не агрессивно у меня к тебе никаких проблем нет скажи как можно избежать твоего подключения в следующий раз александру есть какой-то что я зашел по его разрешение объясни пожалуйста он просил тебя прийти дракона к нему или как он пришел ночью сказал что спросил разрешение казалось что он ему даст новые идеи а в каком виде ты предстал перед ним какую-то ему голограмму показала расскажи пожалуйста я сомневаюсь чтобы александра было желание в астрале увидев дракона дать ему разрешение прийти значит им показал какую-то другую голограмму правильно какая-то было говорит что я ему показала расширение строительства какие-то комплексы но потом стер как-то зашел а в каком виде ты предстал перед ним когда ты давал это видение эти кем ты предстал перед ним вот он показывает он не представал он сразу идеи идеи подал понятно то есть он за идеей за мыслеформой спрятался его не было видно да его не было видно он подал идею сказал что много идей понятно понятно красивый согласен принять эту идею красивый подход из было это два года назад ты говоришь до половины 2 2 2 и 5 я понял хорошо благодарю тебя скажи а ты дракон еще один вопрос в его бизнесе ты никакого отношения там не 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 имел не мешал там ничего такого нет хорошо мне это важно было узнать хорошо переходим к демону на 17 герц приветствую демон приветствует чуть громче вера но он как сказать приветствует тоже да на его языке наверно привет это понятно хорошо демон меня к тебе вопрос ты уже понял ситуацию где ты находишься ты находишься на чистке ты будешь оперировать со мной о чем не остается делать ну тоже верно хорошо меня интересует вопрос когда ты зашел в это тело и на кой эмоции а к реке он пришел как долго это было назад а как давно верно 5 лет хорошо не знаю крикетаж у тебя музыка в твоих ушах и приглашение открытые двери приходите берите а так как он работает в этой отрасли связаны со строительством я так понимаю что в принципе там кричит девяносто девять и девять десятых процентов да нет это была другая ситуация опиши и покажи это важно для него как и избежать следующий раз то есть ты зашел когда был скандал в семье да 5 лет назад ну хорошо никаких вопросов нет хорошо и так вера закончился реверс и устанавливается фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса александр забирает чистую светлую божественную энергию обратно пошла энергия божественная чистая 1 2 3 все что него похитили все что него изъяли до последней капли возвращает александр себе обратно он хозяин своих энергий возвращает все свое себе обратно ну давай джин пообщаемся рассказывай как ты докатился до такой жизни что ты оказался у меня в клетке договорились мы с ним а он тебя вызывал или как или ты сам подошел давай рассказывай я все договоры сейчас достану и буду расторгать и уничтожать если хочешь даже прямо на твоих глазах каким обманом ты к нему подкатил давай рассказывай и предупреждая если будешь врать я перестану с тобой общаться и накажу тебя по сильному по взрослому не пугай бедного джина ой я тебя прошу слушай какой ты бедный ты ж только что пытался озолотить здесь всех присутствующих любое желание исполнить ой я тебя прошу я знаю твои желания давай отвечай на мои вопросы желания у его и были на желание пришел хорошо какие у него были желания озвучи их богатство как и у всех хорошо и что ты ему дал из этого обещанного богатства ты пообещал ты дал это богатство бедный молодой джин есть у него богатство хорошо у него они есть но ты их дал ему или он их сам заработал себе моей помощью я тебя прошу ты только три желания исполняешь три а потом что ты делаешь расскажи какие условия контракта у вас были кстати человеческую энергию отдает он да а ты знаешь а мы знаем что такое джин человеческая энергия поэтому все что ты мне сейчас будешь рассказывать я тебе рекомендую два раза подумать потому что ты забирал у человека жизненная энергия я мог бы понять если ты по чакрам бил но ты забирал жизненные энергии поэтому эти еще раз говорю рассказывай мне все сейчас смотри какая информация идет вот демон который в нем сидит он просто наслаждался получается ну естественно получал свою энергию наслаждался образом жизни александра а вот джин он как раз выводил его на какие-то нервные состояния нестабильные управлял его его эмоциональным состоянием настощал его сейчас подожди он его истощал эмоционально истощал этот джин джин я вот не пойму на каком основании ты вот это это все делал вот на каком основании у него знаешь у него такая искра в глазах он то вот добренький такой плачущий то вот эта искра прям злость в глазах мелькает джин хочет тебе сейчас подарю огромный шар божественной любви абсолютно прямо тебе в лоб его засуну может у тебя тогда изменится взгляд ты мое время сейчас крадешь если ты не начнешь отвечать я начну ли тебя воздействовать поверь мне он говорит а чё сразу я смотри сколько нас здесь я его больше всех дал и что ты дал ему больше всех ты у меня забрал жизненную энергию ты человека убивал медленно я тебя спрашиваю условия контракта и когда ты зашел я исполняю три желания но забираю его а чувства они у забираю даже управляю а тебе не страшно было у него жена ангел те от этих вибраций не было как-то неуютно там не говорит найдет от него информация такая что ломать ангела этой интереснее о я знаю об этом поэтому я и спрашиваю не такой уж ты и молодой джин ладно хорошо так вера как у нас с реверсом они все отдали все и я сейчас даю команду демон выходит и вытаскивать все что наставил его биополе обращая внимание всех присутствующих малейшая попытка обмана будет наказываться очень серьезно если вы этого не хотите исполняйте команды честно демон там лярвы есть на теле у александра ногах можешь забрать если хочешь удовольствие забирай только все забирали на обоих ногах отлично в общем он ему поясницу тянул вниз хорошо теперь мы знаем причину боли в пояснице он все забрал до вера как вот это качели или что у него волосы снял до между ног да я вижу так что ты оставил биополе александра смотри у него вот это тело оранжевое которое горала как смятое эмоционально да как золотой пылью задурманена крыта и на желтое перекидывается но желтое меньше задет понял джин как ты собираешься это все вытаскивать сейчас назад призовет золотой порошок хорошо давай призывай порошок золотой назад прямо сейчас он знаешь как к баночку какую-то открывает и вижу лопает в ладоши и говорит что-то и поток такой идет как заклинание говорит снимается выходит как порошок из него до последнего микрона все выходит я буду проверять закручивается вихрями такими и называли до клетку хорошо они как рисунком даже таким идут и клетки и рисунок это как раз слова которые заклинание говорит не любят они резких движений надо уметь разговаривать он говорит чтобы все было красиво это не в какой-то такой ажурный сплетаются как рисунок и возвращается назад вращение что в этом джинни в самом какой-то демон сидит взгляд он иногда как стреляет злостью злостью это это и есть в принципе их натура джин в тебе разве сидит демон такого же не бывает нет я демон ржет рядом как ты себе это представляешь но вот и я не знаю как джинни может быть демон сидеть он же есть практически вашего родственник далекий как вы кстати относитесь джины к демонам и демоны к джинам как вы как ты их воспринимаешь демон как как а никак и как никак конкурентов не как врагов не как друзей вообще никак он сморщился так от него как что-то нише все благодарю хорошо нет вопросов так джин все забрал все зашло в эту баночку и сейчас я прошу дракона выйти вытащить все что он оставил внимательно посмотреть ничего не забывать и этот вечер закончится для всех присутствующих положительно короче этот интеллектуал сидел в синем теле она на голубое на вишудху получается на горло надо на шее прямо надел черный какой-то ремень чтобы он что делал не то говорил или не говорил дракон какая смысловая нагрузка стоит твои присадки придерживала в бурной фантазии мысли а какие именно примерно у него много мысли ну хорошо что ты какие именно ты придерживал разные он не может слушать он всегда мысли когда с ним разговаривает кто-то не все конечно умеет слушать смысле физическая функция работает но если ему кто-то не интересен он отключает эту функцию и в голове у него только мысли понятно это не всем приятно это не всем приятно понятно и ты делал что именно конкретно в этой ситуации зажимал он их как мысли что ли понятно хорошо чтобы вернуть его внимание к тому кто разговаривает не ну то как ты рассказываешь по идее он его таким путем пытался концентрировать что ли на каких-то определенных людях именно на определенных обуздать ну то есть то что ему не было не интересно да и он не ну как пропускал мимо ушей как мы говорим вот дракона попытался концентрировать на то что ему говорят а важно это была информация что ему надо было на ней концентрироваться или это просто была обыкновенная важно было остановить его эгоистичной мысли слушай дракон от я сейчас не понимаю вот ты сейчас выступаешь вроде чуть ли не учителя александра то есть ты пытался по твоим словам его воспитывать развивать в нем концентрацию два с половиной года ты сидел вот как это мне все связать в одно вместе объясни пожалуйста и одновременно ты забирал у него энергию тут не складывается что-то какой тебя был интерес какой интерес он все голову и тело у него вытянул только голова дальше идет черный поводок и ниже нету ничего вот его интерес считает себя перед нами умникой дракоша тебя показать печать дракона для того чтобы ты начал разговаривать так как я прошу разговаривать честно или ты мне будешь сказки здесь рассказывать копошился на голове показывает его мысли хорошо ты копошился и что ты делал конкретно с его мыслями кидал кидал новые и новые то есть и не давал ему заканчивать и перегружал практически компьютер его или как новыми идеями то я это вижу как растраченную энергию впустую у человека 40 пустую он забирал и ну пустую для него для александра и не впустую для тебя человек начинал 40 дел не мог ни одного закончить и эта энергия вот это вот движение вот этих новых идей ты его постоянно приводил калу отвлекал вот видишь и же тебе трудно было правду сказать так веру он все вытащил да я предупреждаю всех сканирование будет и удар один миллион герц если кто-то что-то забыл рекомендую вытащить вытащил все пластину синего вытащил хорошо как тело сейчас выглядит шеи снял он повода от этой пластины снял с голову все хорошо так и я обращаюсь к спруту спрут как я тебе обещал можешь выйти вытащить все что ты оставил всю жидкость все свои щупальцы аккуратненько все сложить и вернуться нами назад в клетку приступать голова не воздавленными пересосками всеми шея достался хорошо ничего не забыл никто последний раз прошу хорошо и я включая скэнер и насчет риска на начинает сканировать все семь тонких тел александра джин не забрал какая-то струкция кроме порошка так джин все наши договоры с тобой аннулированы все и насчет 3 я активирую печать 7 архангелов 1 2 3 и мощнейшим ударом любви свет светом любви отца бью этого джина один-два-три удар кричит она раз я тебе сейчас рассосуся в клетке и жги не жги арет вышел и забрал все я тебе сегодня все сожгу все что у тебя было все твое магическое за это ты лжец правильно демоны делают что они над вами смеются вы даже недостойные уровне черта те и ту интеллигенте вас в таких ситуациях они понимают что надо делать а что не надо делать то есть снял эту конструкцию и она делалась для того чтобы вы чувствуете затвердели камнем стал так собираю еще раз все полностью установится в сканер и с полностью по всем семи тонким телам сканер проходит и находит все не обнаружено 123 сканируйте пространство как над головой так и под ногами а смотря у него все летом теле где сидел спрут осталась жидкость нас пруд не может ее забрать что но нет силу спрута что-то весьма как хорошо от испуга видимо от чего у него ему плохо просто он собрал все но жидкость хорошо насчет три я даю команду и силой моего намерения вся жидкость любая наночастица любая пас до последней капли все что находится на чистоте спрута начинает выходить из биополя александра и формируется в большой шар прям перед ним наматывается в клубок становится твердым все это выходит из его биополя насчет 3123 начинают вытягиваться частицы жидкости спрута идут шар наматывается и как процесс закончится включается маячок зеленый если все вышло красный если что-то еще осталось 123 маячок установлен все вышло и я отправляю это назад к спруту в клетку 123 спрут может и забрать она сейчас вошло у него хорошо и он немножко я поняла как высыхал таки еще и спруту хорошо сделал получается да обалдеть спрут себя бутылка так хорошо все еще раз пропускаем скэнер по всем семи тонким телом на счет 3123 пошел скэн спрут не понял что такая у тебя бутылка демон смеется джин предлагаете бутылку какую хочешь мне предлагает я сам могу предложить ему любую бутылку но я с ним не разговариваю после этого обмана сегодняшнего даже демон 18 герцовый понял ситуацию и ведет себя корректно бутылку можете засунуть в свою коробку или куда у тебя там бутылка он бутылки а он бутылки да можете сильно эту бутылку куда-то закинуть на дно океана мирового так вера не все забрали скина чисто сказала спрятался у него да он чисто зеленый все тело что он спрятался куда свою бутылку залез правильно да хорошо а сидит там лжец все хорошо так если они все забрали и все вытащили все чисто у меня нет больше повода задерживать демона демон готов уходить готов я прошу тебя больше не приходить в это тело я его теперь буду регулярно проверять если ты не хочешь меня снова увидеть не приходи договорились приду хорошо и на счет 3 открывается внизу портал на частоте демона 1 2 3 и демон уходит без болезни на свою чистоту забирает все что с собой принес 1 2 3 закрывая печатая растворяя из того не ну и пентаграмм он нашел и на прощение сказала я не приду если он не позовет хорошо ли занят я кричать это абсолютно правильный и честный совет александр я должен вам добавить два слова пожалуйста и все кто слушает обратите внимание на этот крик крик это есть приглашение демона эта музыка в его ушах начинаете кричать и вот этот 18 герцовый зайдет к вам и уже никогда не выйдет без вот таких вот действий которые мы делаем поэтому будьте чистыми с высокими вибрациями всем людям желаю любви и добра хорошо демон ушел дракон ты готова уходить да готов больше пожалуйста не приходи в это тело и наверху открывается портал против часовой стрелки на частоте дракона 1 2 3 и так он уходит на свою чистоту и забывает дорогу назад закрывая печатая растре хорошо и спрут готов уходить хорошо я извиняюсь если эти сильно стресс добавил добавил я не хотел там кому-то причинять вред поэтому все нормально для закончилась ты ничего не там есть какие-то жалобы пожелания хорошо иди восстанавливаться и давай открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте с прута и он безболезненно уходит на свою чистоту и забывая дорогу назад забирает все что принес 1 2 3 готов так у нас остался один джин лжец да и остались его артефакты которые там висят да у него статуэтка стоит рядом хорошо и открывается портал против часовой стрелки в галактическое ядро и эта статуэтка улетает в галактическое ядро улетает все его причин дал которые были с ним один два три все что в клетке находится улетает туда кроме него закрывая печатаю растворяя готова хорошо джин еще хочешь посмеяться да еще хочешь рассказать какую-нибудь веселую историю давай отправить на северный полюс на 3 километра на 3 километра хочет я отправлю вниз подальду под лед через пару миллионов лет достану тебя зачем ты говоришь такие страшные вещи а зачем ты тогда песочек песочек нет песочек то для тебя слишком круто было я тебя отправлю на твою чистоту откуда ты пришел и открывается портал на частоте джина внизу 1 2 3 джин уходит со своей бутылкой все что пришло там из осталось улетая туда на чистоту джина 123 закрывая печатая растворяя готова что за день такой хорошо верочка давай я подхожу сейчас к александру продаю кладу ему руки на плечи и свои собственные подожди я давал ему уже шоковый удар нет нет хорошо подхожу кладу руки на плечи и своей энергии 200 тысяч герц концентрирую удар и насчет 3 сжигая все каналы которые сейчас к нему еще подключены 1 2 3 удар готов открывается воронка против часовой стрелки все каналы улетает весь мусор улетает от под интерферентов который был в этой комнате один-два-три все туда засасывается все чужеродное улетает есть закрывая печатая растворяя хорошо все поехали дальше так я раскукутя энергии сейчас на 140 хорошо устала немножко я отвлеклась мне почему-то его прошлую жизнь показали а что там было расскажи индия виктория была его жена в той жизни жили они богата и вообще она ему там дана чтобы смягчать его мягкость именно какую-то она ему несет нормально хорошо отлично готова отлично утилизирую инструмент выкидывал воронку уносится в галактическое другое закрывая печатая растворяя готов хорошо я говорю вслух а его тонкая копия пусть повторяет за мной я вызываю все соглашения контракты договоры говорит я посылаю все эти соглашения все варианты ранее перечисленные в галактическое ядро для трансформации первичную энергию я возвращаю всю свою энергию которая вошла в эти соглашения по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями пошел возврат энергии хорошо и открывается портал против часовой стрелки 123 в галактическое ядро улетает все остатки этих контрактов аннулированных 123 закрывая печатая растворяя готова пусть повторяет я беру ответственность за свою жизнь свои руки выражает и намерение своей души и личности и отказывает программ страданий плотностях измерениях воплощениях временах и снах силы моего намерения да будет так а так и есть прочитал хорошо и выходит эмоциональный фантом александра 1 2 3 проецирует тебе все негативные программы негативные мысли формы а также низкой аббрационной эмоциональной энергии злости раздражение аббрационная им жизнь генерированная проецируется на его эмоциональном фантоме но я просто вижу кто черно-синий клубок на к на собирался большой черные тоже давно сидит хорошо спрашиваем такую тонкую копию александр готов как он поступит с этой энергией произведем сброс или переконвертацию он говорит сброс перебор этих энергий у меня черно-синих однозначно и открывается воронка против часовой стрелки 1 2 3 и произведем сброс все негативные низкой вибрационной энергии эмоции мысли на счет 1 2 3 пошел сброс готов хорошо поехали дальше переходим к закачке энергиями и по цене тонкую копию александр 2 3 потоки пошли мощность потока усиливается готова хорошо мы закончили чистку александра у нас остались 10 вопросов и я прошу сейчас в эту комнату прийти ангелов друзья друга учителя куратора прошу куратора или учителя прийти в эту комнату у нас пожилой арка ангел архарий мы приветствуем ангела архария я приветствую вас нам очень рады радостно и приятно видеть в нашей комнате ангела примите пожалуйста наши энергии любви и благодарности за то что вы пришли дарю вам энергию нашей встречи ангельского уровня благодарим вас уважаемый архарий мы сегодня проводили чистку александра и александр вытащили всех интерферентов и александр еще осталось 10 вопросов которые он хотел задать своему учителю куратору другу кто за ним присматривает вы не могли бы ответить на эти вопросы я присматриваю за этой буйной душой понятно благодарю вас хорошо тогда я начну перехожу к вопросам первый вопрос как мне избавиться от моих вредных привычек только тренируя душ это может правиться как люди говорят привычка вторая натура изживай привычки ты для этого и находишься на земле не повторяй старых ошибок тренируй свою душу благодарю вас но последнее воплощение насколько мы поняли вера считала информацию не было в индии это не последнее не последнее да это интересное наверное было воплощение хорошо второй вопрос это было воплощение где ему дан был где виктория где была он воплотился в этом воплощении он опять нашим ангелом чтобы смягчить свой нрав благодарю вас второй вопрос как научиться не бояться потерять благосостояние интересный вопрос как вы ответить очень легко нужно понимать что такое благосостояние для ангелов благосостояние это благодарное состояние души свет который мы несем и его невозможно потерять благо если был вопрос о материальной стороне потеряешь то от чего ты боишься потерять это вопрос был скорее всего материальный чем хвалишься без того и останешься это можно применить к тому что что боишься потерять без того и останешься страх плохая вещь твоя благодушие души должно быть внутри тебя тогда тебе не будет страшно потерять что-то материальное ты для того и получаешь этот жизненный опыт хорошо что александр задал этот вопрос теперь он знает смысл своего прибытия на эту планету я перехожу туда к третьему вопросу александр опять уходит в сторону опять уходит в сторону я знаю только одно если мы направляем куда-то свою энергию даже если это страх то мы притягиваем к себе эти вещи то чего мы боимся как то же самое то что мы хотим получить и очень часто получается что наши страхи воплощаются быстрее чем наши желания он уже напритягивал понятно хорошо александр задумайтесь над этим вопросом я могу переходить к третьему вопросу ты сам видел его интерферентов да такая веселая компания уважаемые архари я могу сказать эти демон джин дракон спрут и все себя чувствовали очень удобно в нем страх это ниточки за которые они дергали абсолютно верно хорошо третий вопрос правильно я живу не стыдно ли за меня моему высшему что он имеет под виду высшему скорее всего высшему я я объясню пожалуйста здесь нет стыда ты молодая ангельская душа и ты проходишь свои испытания и уроки на земле я очень рад что могу открыто говорить с тобой что ты можешь услышать меня на физическом уровне человеческом биороботе высшему я не стыдно за тебя но ты можешь быть чище благороднее и проживать свою жизнь осознанно и тем самым ты продвигаешь свое высшее я на уровне выше и растешь как душа благодарю вас очень красивый ответ и глубокий по смыслу очень приятно было его услышать хорошо я перехожу к следующим вопросам что самое плохое дело в предыдущих жизнях он игнорировал свою душу а как это проявлялось терял уважение к себе и шел за материальными достатками мы опять при слове материальное видимо это преследует Александра и в этой жизни это что он не может проработать уже четвертую человеческую жизнь о год да это много конечно Александру надо серьезно задуматься над этими словами безусловно хорошо следующий вопрос пятый что хорошего я сделал в предыдущих жизнях дал жизнь другим душам дал возможность пройти опыт на земле то есть он был чем-то кем-то для кого-то ментором или для кого-то отцом я так понимаю отцом понятно он обеспечил другим душам их развитие именно благодаря вот это я хочу объяснить пожалуйста про материальные блага не обязательно быть нищим или сверх богатым все что касается Александра ему нужно понимать богатство души в первую очередь и ставить его выше всего и срываться на близких и бежать за чем-то за чьими-то желаниями как его друзей например земных его проблема в том что он не может найти гармонию в себе он что-то делает потом осуждает себя это черта его характера если в какой-то момент он переработает проработает и поймет благосостояние начинается с души и тогда все будет в гармонии и тогда не будет страха потерять богатство это не значит что богатство не будет а хорошего ты сделал много несмотря на все материальное благосостояние которые были в течение жизни твоя душа остается быть доброй и ты делал много мелочей твоя душа черственела со временем я хотела сказать много добрых мелочей для незнакомых людей материальные блага затягивали и выходили на первый уровень если это четвертая жизнь то есть над чем задуматься конечно надо обязательно что-то изменить если вы это кармически такой узел огромный хорошо вам благодарю вас уважаемая архари очень глубокий ответ следующий вопрос шестой где родилось мое высшее я на каком уровне развития как его имя но так он написал я могу сказать что твоя душа ангельская высшее я на восьмом уровне и имя как к нему можно обращаться если он хочет с ним контакт либерий либерий очень красивое имя благодарю вас седьмой вопрос чем занимается и какая деятельность моего высшего я на тонких планах чем его высшее я занимается на тонких планах а мы можем подняться к высшему я александра как вы сейчас архари из меня из меня хорошо он изучает а что если можно спросить строение мироздания вау очень интересная наука наверняка мы только прикоснулись к этой теме и это безусловно не одну жизнь можно изучать благодарю вас архари я перехожу к следующему вопросу тогда так восьмой вопрос как пересекались наши пути в прошлых жизнях с моей супругой Викторией вот это интересный вопрос думаю я на него уже ответил а сколько раз несет мягкость понятно а сколько раз они пересекались уже в жизнях это второй второй раз то есть первое было в Индии да да 1512 год а кем он был там а и она она была его женой а он он родился в богатой семье я вижу его сейчас красивый такой мужчина стоит золотая челма у него какая-то такая на голове в богатой семье понятно да белые одежды музыку слышу индийскую благодарю вас хорошо переходим в девятую да прошу он в какой-то знатной семье родился в знатном роде видать да в знатном роде скажите Архари вот мы сейчас затронули тему Индии у меня лично такой вопрос я не понимаю вот эту кастовую систему которая существует в Индии вот и она существует на протяжении по-моему уже тысячелетий как можно определять людей на первый второй третий четвертый сорт как вот это вообще возможно у меня в голове просто не укладывается я не знаю кого спросить в чем твой вопрос как можно распределять ну мой вопрос да как можно жить в такой как можно создать такое общество в котором есть кастовая система и при этом эта религия является одной из старейших вообще в мире хиндуизм вот как можно так как относятся к высшей силы к этой кастовой системе высшие силы не относятся к кастовой системе их мнение я имею ввиду какое я не говорю что они отношения а в плане того какое их мнение по поводу хотя мы можем провести параллель давайте тоже есть ангелы архангелы и высшие силы есть по вашему мнению это тоже касты нет нет это не касты архангелом не становят у меня учитель архангел ханиил поэтому мы часто бываем в арго и некоторых архангелов знаем лично нет там совсем другая система архангелом не можно нельзя вот так вот в принципе стать это отец их создал вот и они были первородные от отца какие ангелы безусловно но во всем есть своя иерархия мы это так называем и кто-то должен над иерархией стоять выше то есть у этого человека или у этого духа должно быть больше чего-то или энергии или возможности это система в индии была придумана по образу и подобию но люди вынесли свои корректировки так с этим и живут какой ужас и сколько тысяч лет они заблуждение таком живут привычка все понятно благодарю вас архарий и прошу прощения мы отклонились от темы но мне было очень интересно узнать ваше мнение как опытного ангела хорошо девятый вопрос и мы скоро заканчиваем чем главным я могу помочь своим дочерям жизни любовь и время дарить время детям и дарить любовь правильно я понимаю абсолютно благодарю вас что останется и опять параллель к материальному материальное все уйдет а вот это останется хорошо десятый вопрос какой план моего высшего я для этого воплощения чему я должен научиться и я еще добавлю от себя сколько кармических узлов у него есть и сколько еще осталось он не задал этот вопрос но я его задам если план высшего я 3 прошел 2 осталось хорошо благодарю какой был вопрос вопрос был если у высшего я план для моего воплощения этого который сейчас происходит чему он должен научиться но вы уже ответили чему он должен научиться в предыдущих вопросах и он спрашивает есть ли план высшего я для него на это воплощение чтобы ответить на этот вопрос я должен объяснить что спускаясь на планету земля ты видел свою жизнь и этот план ты сам строил вместе со мной твоей женой Викторией несколькими другими душами но родившись на земле ты не помнишь это план непременно есть но это не план высшего я то есть ты сам часть высшего я это то что было создано тобой вместе с тобой для проработки твоей души чтоб ты сам вырос на ступени выше благодарю вас очень глубокий красивый ответ у меня больше вопросов нет уважаемые архалии я благодарю вас сердечно если вы хотите что-то лично передать александру сейчас это был бы самый лучший момент вы сейчас можете передать это он услышит обязательно уже завтра я думаю что я сказал много информации очень много когда она переварит и осилит мы можем продолжить благодарю вас уважаемые архалии у нас есть добрая традиция всем кто к нам приходит в комнату диагностики мы делаем подарки я прошу вас сейчас пожелает что вы хотите забрать с собой мы можем вам любой образ сделать любую мыслеформу кристально чистую воду вам дать или например фрукты наши ягоды козье молоко без проблем и в твоих руках значит три появляется крынка не крынка а целый кувшин козьего свежего молока один два три и передай пожалуйста архарию то что он хотел а почему то на подносе вместе с этим молоком появился кусок белого сыра а значит он пожелал себе наверное да я просто помечтал а теперь давай еще сделаем к этому всему еще хлеб свежий хлеб самый вкусный душистый хлеб потому что сыр без хлеба один два три и передай пожалуйста этот свежий хлеб сделанный в печи ему архарию все это его дары все это он берет с собой говорит какие запахи и вибрации и если я ответил на все ваши вопросы я бы не смеем вас задерживать не смею вас задерживать и давай подожди и еще одна корзинка появляется с фруктами причем не с фруктами а именно с ягодами самыми лучшими ягодами на земле это для ваших друзей один два три для друзей ангелов передай ему пожалуйста вот теперь вы мы вас сопроводили в дорогу теперь можете идти благодарю вас и мы вас благодарим желаем вам всего наилучшего всего доброго я не прощаюсь с александром мы надеемся хорошо хорошо Верочка мы закончили и будем возвращать александра в его тонкое тело и для усвоения энергии возвращаем тонкую копию александра в систему биороба душа заводим подключаем его каждому внутреннему органу каждой клеточке из виленки головного мозга идет стопроцентная синхронизация вибрация энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами готов отлично и отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики один, два, три до встречи Продолжение следует...